Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргарита Шибукова. Сегодня Гомель означает 72-ю годовину с дня вызволения немецко-фашистских захопников. 26 листопада 1943 года войске Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского вызволили город. Бои за его вошли в историю под назвой Гомельска-Рышицкая операция. Да, Рыши Гомель стал первым областным центром, вызволенным в Беларуси. С нагодой святкования исторической даты во всех районах областного центра отбудутся памятные мероприемства. Одна из наибольших значных – открытие оглядной вежи в Гомельском парке и митинг на Леи Героев. Частка памятных мероприемств пройшла на передатне. Так, центральное мероприемство Новобелецкого района отбулося на братских могилках советских воинов. Сюда пришли представники улады, працовных коллективов, школьники и ветераны. Филины Мавшаня, они ушиновали память воинов и усклали до похования кветки. Средо дельников митингу ветеран великой отшины войны Иван Алексеевич Степшанко. Коли пришла война, ему было усягу 13 годов. Военную шинель ее напранул в 43-м, а снял только в 78-м годе. В военной службе ее надал 35 годов. Вся надежда на молодое поколение. Если они примут, как положено, извините, нашу эстафету, много и у нас ошибок было в жизни. Но мы делали основное. Мы любили родину. И это основное для молодежи, чтобы были настоящими, как говорят, гражданами своей любимой страны. Сегодня в Новобелецком районе проживает 98 у дельников Великой отшины войны. Пять уразъех были светками бою за Гомель и сами проклали шмат намаганию, как наблизить день вызволения родного города. Ты же, кто по стане здоровья не смог пройти на митинг, керавництво и совет ветеранов Новобелецкого района поменьшовали со святом особиста. Мы помним этот подвиг советского народа, советских солдат, чтим их. И сегодня пришли на возложение, чтобы еще раз отдать дань уважения большой победе, вообще победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. У Першиню Гомеля прошла квест Гульня, прозвешенная 72-годью вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Ей удельниками стали наушенцы 7-8 классов. Экспериментальной плясовкой для проведения мероприемства стал весь Новобелецкий район. Так званый маршрут патриота был прокладен и проспять школ. Кожная из них стала своей особливой станцией. Командам треба было показать визитную картку и проявить себе в разных илиных ведов. Агульным для усих конкурсных попробований стала тема «Великая шина война» и вызволение Гомеля. Так и Рынинская гимназия стала литературной станцией. Тут удельники повинны были отказать на пытания по творах военной тематики. Данная игра проводится с целью привития учащимся чувства патриотизма, гражданственности, любви к родине. Помогает сохранить в памяти наших школьников героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Своих представников вылучили у все школы Новобелецкого района. Усягу улику удельников было 64 человеки. Кожную станцию команда покидала с набором очков. Найбольшую колькость балов зарабила середняя школа номер один, яка и стала переможцем. Каким чином сменшить вымышенную и неполную занятость, як примусить знаймальников давать у центра занятости реальные известки об иснующих вакансиях и наво, что потребно проведение кадровой диагностики? Это инши пытания были разлежены на выездной сессии Гомельского областного совета. Депутаты ознайомилися с ситуацией в Редшинском районе и зарабили выводы, актуальные для всей области. Олег Сентюров выслухал думки и пропоновые. Тенденции по снижению опыта на працанную силу на Гомельске вызначились на конец минулого года. Как следствие, сегодня таколькость людей, яке извернулись за заденечением у службы занятости, повеличилась одразу на 10%. Рост колькости зарегистрованного беспросовья специалисты помажут некакими причинами. Во-первых, после подписания декрета о попереджении социального утроманства почалась массовая легализация процедурных граждан, яке ранее официально не працавали. Во-вторых, колькость заявленных наймальниками свободных вакансий скоротилась до 3,5 тысяч, что маль удвоя меньше колькости беспросовных. Больше ваги на предприемствах почали надавать и кадровые диагностики, разлику необходимых просовных ресурсов на перспективу. То есть должны анализировать ситуацию на предприятии, количество тех должностей, мест рабочих, которые, возможно, и не нужны, от которых надо уходить с той целью, чтобы сегодня увеличивать производительность труда, для того, чтобы увеличивать выработку продукции на одного человека. Областная и районная программа занятости, документы комплексные, тут и профессиональная ориентация, починающаяся со школ, и содействие у организации самозанятости, и непосредственно працеводкование. Правда, в том же Рельском районе, маль у 30% выпадков, зарплата по пропонуемых вакансиях не превышает 3 миллионов рублей, а еще у 40% выгается у межих от 3 до 4 миллионов. Было один из самых проблемных артиклов программы занятости – переселение у сельско-местовоць беспросовных с наступным предоставлением работы. По-перше, и сами горожане не верьми мкнутся увезку, а по-другому и увезках часто таких беспросовных не верьми чекают. Как лечить у сельско-предприемствах, когда человек не знал заняток в городе, то и увез, и он не будет мкнутся прикладать намаганием. Для того ж, по широку причин, неполная занятость в агропромысловом комплексе все ли это у особной перееды достигала 13% от огольной колькости працевающих. Правда, у широку господарок эту проблему вырошили самостоинно, открывающие новые в творчестве и створающие специализованные працеванные бригады. Мы понимаем, людей выбросить нельзя. Поэтому мы создали свою строительную бригаду, и вот эти люди, которые не очень квалифицированы, привлекаем в строительство. Вот даже в этом году мы построили два животноводческие помещения, и эти помещения нам обходятся достаточно дешево. Сарай на 100 голов порядка 650 миллионов. Это для колхоза очень экономически выгодно. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Речицкий район. У Гомеля обмерковали сучасные подходы до организации вольного часа у вас установок культуры. Каля 20 керавников методичных структурных подразделений у Зуссёй в области представили свои идеи и подвели творчие выники. Сарод наибольш популярных формов притягнения аудитории, танцевальные вечары, конкурсы, акции и флэчмобы. Такие мероприемства накерованы на увагу молодцы. Для больше серьезного проведения часу методисты организовывают лекции, круглые столы и дискуссии. Особливую увагу надают патриотичному выхованию. Самые придатные для этого формы – викторины и творческие дебаты. Это работа направлена на привлечение, на сохранение, на популяризацию именно всех культурных ценностей любительского творчества, на развитие. У Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена прошел вечер памяти «Мы памятаем, мы гонаримся». Промеркованы до дня вызволения областного центра от немецко-фашистских захопников. Почас мероприемства отбылась презентация сборника эссе, який выбрал себе коля 40 твору, написанных гомельчанами. У сей они просвещены военные тематицы и расповедаются про людей, яким мы обвязаны житьем, будущей, незалежностью и мирным небом над головой. Вероника Ворошилина с подробностями. В городе, когда жителялилась бесплатная сканирование фотоздымков, листов, документов военных годов из особистых архивов гомельчан, а так само записывались вспоминные видовожцев. Тех страшных подеек приемлялись эсэс-учасников, створенные по рассказам батьков бабуля-дзядуля. Собранные материалы легли в основу иллюстрованной книги «Мы памятаем, мы гонаримся», подрихтованный Гомельской центральной городской библиотекой имя Герцена. Мастацким редактором сборника выступил увядомый белорусский письменник Василь Ткачоу. Усё меньш людей застаецца, які змагались с немецко-фашистскими захопниками на суровых полях великой очины войны. И вельми приемно, что люди, на счадки тих героев, помнят про свои корони, помнят про тих людей, які проливали кров. Многие из них и сегодня среди нас, но, на жаль, час приспешивает. И именно это, это, можно сказать, сегодня, держа в этот домик в руках. Сборник СМ «Мы памятаем, мы гонаримся» вобрал себе 38 творов, написанных гомельчанами. Они рассказывают об юных девчатах, которые на своих деликатных плечах вытягивались по любое пораненых солдат, об самоданных фронтовых подвигах, которые часом ладилися коштом уластного життя, про людей, которые были избавлены полновартностного дятинства и молодости и были вымушены пройти гадежорский и не просто адресок житевого шляху. Писала вообще о своей семье, о дедушке, о бабушке, о их детях, то есть моей маме, например. А их старший сын погиб в первый час войны, совершив таран над Западной Украиной, под Станиславом, теперешней Ивано-Франковской. Когда немцы налетели на Минск, на Белоруссию, то в их дом, где они жили, и попала бомба. И все сгорело. И остался только один альбом, такой вот громадный, я давала как раз из него фотографии. Почас вечера военных успаминах гучали вытримки зэсэ, які вошли у сборник «Мы памятаем, мы гонарымся». А так само отбылось открытие выставива фотосдымка у старый альбом сяминных архивов гомельчан. Проведена у библиотецы Мягерцена мероприемства, як и у целом масштабная акция, данина памяти, поваги и подяки людям, які мы обавязаны самым дорогим и каштоуным житем, будучи ней незалежностью и мирным небом над головой. Вероника Ворошилина, Катярына Сапельникова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». И на гэтым паку люсё за разведём паде и сашыти по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повашения.